Комиссия в составе юридического районкомата капитана Конина, начальника первой части лейтенанта Токовырдах на территории особой темной от противника. У незахороненных трупов военнослужащих Красной Армии произведено изъятие документов, из которых 16 человек лично установить не удалось, если население людей не знает все схороненные военнослужащие рядового состава. Представляете себе эти люди, эти документы, вместе с документами свои, пролежали на поле боя осень, зиму, весну для документов, которые очень сильно, там есть историки, вы понимаете, как документы все это, не в состоянии все это пережить, и не все у нас установить. Но почему именно на этом месте? Я скажу такую вещь. Если представить себе, как выглядела, большая дуга, обращенная на восток, а в левом нижнем углу находилась танифа нижеческая. Так получилось, что разбитые части, разродненные подразделения, отдельные бойцы, у которых на карте вообще был отмечен железнодорожный мост. И когда части были разбиты, они и все это стекались туда, а мост был окончательно сожжен и разбит, разбит и сожжен 10 августа 1942 года, это роковой день на 225-й дивизии, и они его перейти не смогли. И когда вы переставите в списке, а здесь вы обратили внимание, может быть, пожалуйста, еще. Самые разные части, здесь около сотни наименований, частей подразделений, как-то отдельных батальонов, как будто из разных частей не сходились. То есть представьте, сколько там наших куменцев, или не наших, или все наши. Но вот здесь есть еще одну страницу, пожалуйста. И должен быть... вот. Тринадцатый номер. Там, видимо, по некоторым данным был укреплайон, и там стояла 50-я мутно-инкранизированная бригада. Она тоже осталась. Сеяться несколько кавалерийских подразделений. Пехоты, арклеристы, такая крупная карта. Эти картины, если так прорезать подряд, можно представить себе, какое столпотворение частей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!